С самого начала введения в 2017 году льготных кредитов постепенно нарастали объемы поддержки государственной для компенсации процентной ставки. Она начиналась с 3%. И это, конечно, в отличие от коммерческих кредитов, даже на первоначальном этапе, это примерно в 4, а то и в 5 раз, стоимость кредита была ниже. Для многих сельхозпроизводителей это было существенной поддержкой. И поддержкой почему? Потому что льготное кредитование выделялось в начале года. И когда наибольшие затраты как раз востребованы для организации производства в сезоне, и это было очень значимой поддержкой, потому что тем, у кого не хватало собственных ресурсов, очень выгодно было получить эти кредиты. В доле затрат они занимали не такое уж большое место. Ну, вот, скажем, в 2023 году это было чуть более 6%. Но самое главное, то, что они вовремя, в начале года, когда вот эта востребованность. А когда уже начинает идти продукция, тогда селяне начинают обходиться. И причем, начиная с 2017 года до 2023 года, средства, выделяемые на поддержку этих льготных кредитов, они росли. И росли, и как бы совпадало это с периодом роста производства и в зерновом хозяйстве, и улучшения состояния в животноводстве, то есть в основных отраслях сельского хозяйства. Ну и, наверное, следует сказать о том, что в период даже когда, вот, 22-й год, когда выручка от реализации зерна была высокой, селяне почувствовали устойчивость и нормально, они не, как бы, не теряли актуальности, льготные кредиты. Но на протяжении вот этих лет, с их введения, размеры поддержки менялись. Как я уже сказал, до 2023 года рост был выделяемых средств. В 2024 году уже уменьшилось выделение средств на поддержку. И связано еще было, как бы, с ситуацией уменьшения доступности, с тем, что размер льготного кредита в связи с ростом ставки, установленной Центробанком, то есть шло удорожание. Вот от 3% и до 10% сейчас уже складывается, потому что за этот период ключевая ставка выросла и очень значительно. Поэтому, как бы, наряду с такой серьезной поддержкой через льготное аккредитование, конечно, существовало множество и возникало проблем. Кстати, Агробук в марте месяце обратил же на это внимание. Я, как бы, это открытый доступе и понятно. И там и селяне, и банки обозначили основные проблемы, о которых я и выше сказал. Рост ключевой ставки привел к уменьшению круга получателей. А с 2023 года, вообще-то, востребованность выросла. 85% где-то, вот, участников зернового рынка, ну, производителей зерна, если точнее, будет сказать, 85% подали заявки на получение. Но с учетом, вот, выше названного и роста ключевой ставки, ставки льготного кредита, то есть удорожания и так далее, банки, значит, заключили только с 32% из тех, которые сделали заявки. Это по Ростовской области. Да, да, это по Ростовской области. И, безусловно, доступность значительно уменьшилась в получении кредитов при ее возрастании. Вот сейчас мне, члены зернового союза, мы обсуждали эту проблему. Короче, в льготном кредитовании 90% заинтересовано. В льготном кредитовании. Но с учетом того, что изменялись объемы и так далее, рядом нормативных актов за этот период вносились изменения. В порядок получения, ограничения, связанные, допустим, льготный кредит, могут получить только те, кто застраховал посевы. Вот, понимаете? То есть это сужение круга получателей. Одним словом, при ухудшении финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, сейчас существуют проблемы в получении этого льготного кредита, или, скажем так, через льготное кредитование государственной поддержки. Речь идет о потребности для оборотных средств или инвестиционные цели кредитования. Что преобладает? Преобладает, вообще-то, наоборотное средство, потому что, вот, скажем, уже в 2023 году и в 2024 году увеличилось число товаропроизводителей, у которых не хватало для организации хотя бы не расширенного, а простого воспроизводства. Поэтому их заинтересованность была такова. Но средств, с учетом того, что средств не хватает, вот, даже, как бы, в нормативно-правовых документах ограничения, начиная с этого. А распределение примерно, ну, таково, две трети, нет, даже, ну, скажем так, вот, возьмем по дополнительным средствам, которые в 2024 году были выделены. Распределение на инвестиционные где-то 6 с лишним миллиардов и 18 на, ну, тоже с копейками, там, не будем, как бы, уточнять. Ну, вот, примерно такое соотношение, это на оборотное средство. Это, в целом, по России. Что ждать в следующем году? Какие прогнозы? Значит, ситуация вот какая. На наш взгляд, государство в той ситуации, которая сложилась у селян, ну, может, не на всех территориях. Ну, по крайней мере, у нашей области, в связи со снижением производства продукции, с ростом, конечно, цен на основные виды продукции, и на подсолнечник, и на пшеницу, но они не покрывают, как бы, тех затрат. И вот, если уровень рентабельности 19,3%, средняя по области у сельхозтоваропроизводителей, а само же Министерство сельского хозяйства, вот, в начале даже года было заявлено заместителем министра сельского хозяйства Фастовой, было заявлено о том, что селяне должны иметь не меньше 20%. То есть 19,3% это уже, как бы, критично. Есть, конечно, у нас хозяйство и из числа членов Зернового Союза, у которых высокая рентабельность, вот, но дело все в том, что, я сказал, 90% членов Зернового Союза заявили о потребности в льготном кредитовании. А ситуация, вот, кстати, сегодня рассматривается бюджет в Государственной Думе, да, первоначально даже общая поддержка на АПК была запланирована ниже, чем в прошлом году. При росте стоимости на материально-технические ресурсы и так далее, это уже о многом говорит. И первоначально, ну, я думаю, что вот в течение года не исключено, что 25-го по возможности будут добавляться там средства, но, смотрите, обозначено было в прошлом году 249 миллиардов на, вот, компенсацию по льготной ставке, по льготным кредитам, а на следующий год 94 миллиарда. Вот, и понятно, что, выше я уже говорил о том, что при росте льготной ставки, да, этот круг еще уменьшится, но он может и не уменьшиться, потому что селяне настроены в связи с ростом стоимости льготного кредита меньшие объемы заказать. Есть ограничения, которые установлены Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, ну, в одни руки, скажем так, да, одному претенденту. Они существовали и в предыдущие годы, было и когда там 600 миллионов можно было, ну, в 2024 году ситуация изменилась практически вдвое, уменьшили получение. Это расширяло круг получателя, но, как бы, вот, это вот, получается, в 2,6 раза меньше запланировано. Сколько будет выделено, сложно, можно предполагать, что государство, анализируя, будет добавлять. Вот, в прошлом году, последнее, вот, октябрьское, 17,4 миллиарда, то, что дополнительно выделили, но это связано, это не селяне получат, это получат банки, чтобы выдержать тот льготный процент, который был заложен изначально при формировании кредита. Субтитры подогнал «Симон»!